Уважаемые собрания, я рад приветствовать вас. Я рад тому, что наконец в Воронеже собрались ведущие специалисты в области лечения сколиозов. Это и мои учителя, которые здесь присутствуют, и те, у кого я учился уже позже, не в мединституте. Это и Алексей Егорович Саморуков, и Дудин Михаил Георгиевич, и Альбина Николаевна Чижик-Полейко, и Глагольф Николаевич. Большая честь выступать в таком собрании. Мой доклад о комплементарной механической среде для активации симметрии у пациентов со сколиозом. И о контроле функциональной асимметрии физикальными и, можно сказать, еще функциональными биомеханическими тестами. Мой доклад настоящий будет несколько меньше иметь физиологического знания, чем ранее, чем представлено. Здесь вы видите канал в Ютубе, на котором записи конференций, которые проводились раньше, есть. И эта запись, которая ведется сейчас, тоже будет представлена на этом канале. На этом канале вы также увидите и симпозиум 15 Прага, Люблин, Сидни и Санкт-Петербург, который организовал Дудин Михаил Георгиевич. Это очень значимое событие для России, это значимое событие и для мира, потому что та информация, которую услышали мы сейчас, она была представлена для мировой общественности, которая занимается проблемами сколиоза. И вернемся к теме нашего доклада. Для какой механической среды создан человек? И мы рассмотрим систематику. Да, это биология, да, и это фундаментальная основа. Мы животное, мы многоклеточные, хордовые, позвоночные, млекопитающие, планицитарные, приматы, чувакообразные люди, человек разумный. И в какой же механической среды создан человек? В какой среде человек эволюционировал? Это важный вопрос. И на настоящий момент он отвечает, отвечается нашей наукой, которая представлена и палеонтологией, и генетикой. Это исследование уже 2009 года. Что ареал был не широк. Это вот эта часть Африки, ее юго-восток. И всего лишь из двух тысяч особей и формировался затем около 200 тысяч лет назад человек разумный. И теперь посмотрим его среду обитания. И что очень важно, по какой поверхности этот человек ходил. Это поверхность, уступающая давлению тела. Это поверхность, уступающая давлению и наших ягодиц, если мы на них сидели, и спины. И сила встречного давления на тело в движении, при ходьбе, при опоре, мала. Цель и среда формируют сервомеханизм локомоции. И человек к настоящему времени можно считать единственным млекопитающим, который полноценно использует биподальную локомоцию. Для нас важны две вещи. Что есть масса, есть гравитация. И есть необходимость поддерживать это вертикальное положение с тем, чтобы удлиняться вверх и противостоять гравитации. И у нас есть механизмы, которые амортизируют. То есть, при ударе снижают центр массы относительно срединной точки покоя. И это возможно было только в такой среде обитания. И мы видим, что у лошадей сформировался другой механизм копыта. Ну и самый быстрый хищник, который пользуется своей быстротой очень редко, имеет в противовес этому очень сильный механизм амортизации. Как на лапах передних и задних конечностей, так и в самом теле. Каковы наши сегодняшние поверхности. Мой любимый город Воронеж, он весь в асфальте, он весь в камне. Да, и наши памятники на постаментах. И самолету требуется бетонная полоса. Но требуется ли человеку бетонная полоса для того, чтобы он активировал свои рефлексы прямостояния, прямохождения? На шаг и сразу лунка в песке. И вот уже готовый механизм, который формирует поверхность, уступающую давлению в обуви. И зачем же это нам нужно в отношении к сколиозу? Аффилентные поля активируются, активируются датчики. Сетью интернейронов они передаются даже с одного какого-то датчика на огромное количество мотонейронов. В дальнейшем, в первую очередь, для организации формы тела, эта информация и эта часть реализуются через двигательные единицы формы. Те, которые работают в нас всегда. Они кушают только кислород. Им не требуется другая пища. Они всегда напряжены, они всегда работают. И эта нагрузка затем передается по человеческому телу и реализуется через механо-селективные енные каналы. Там, где больше нагрузка, там кость растет меньше. Там, где меньше нагрузка, там кость растет больше. Ну, это в отношении деформированного позвоночника с углами, значимыми для такого процесса. И рефлексы, которые касаются активации двигательных единиц мышц, которые нас сжимают и таким образом вытягивают вверх, противостоя гравитации. Именно их значение и велико для тех детей, которых мы видим, с нарушениями формы тела. Я выделю именно эту форму, потому что сколиоз – это частный случай и очень значимый частный случай. Мы говорили сейчас об ополе, о поверхности афферентного поля стопы. А теперь мы видим очень важный рефлекс, который формируется положением языка. Всего лишь навсего, приязык, прижатый к небу, опять активирует кинематическую цепь, уменьшая напряжение вот этих мышц. Ну, так называемая глубинная кинематическая цепь. Мы видим пример положения сидя. Обычный стул, который формирует изгибы и переднее положение головы и шеи с соответствующим распределением нагрузки. И мы видим, здесь обрезано. Мы видим, что здесь угол вот такой, на этом стуле. И это известная в ортопедии позиция. И мы видим, что изгибы уменьшены. Они не спрямлены полностью. Важная часть, что здесь тело человека поддерживается в вертикальном положении равномерным напряжением как задней линии, так и передней. В отличие от этой позиции. На этом рисунке мы видим те способы, которые применены у этого пациента. Это капа для активации положения нижней челюсти и языка. Для активации, опять же, рефлексов выпрямления. Это амортизация и подбор степени жесткости поверхности внутри обуви специально сформированной формой. И это организация положения таза, открытого кпереди. И ранее у нас в областной больнице этот способ применялся. Наш ортопед Миронов, у которого мы учились, они с медсестрой сидели на сколоченных угловых кленовидных сиденьях, которые стояли на их стульях. Это более дешевый вариант, чем такое исполнение. Это тоже возможно. Что еще можно увидеть? Мы можем увидеть материал для сна, темпур, который уступает давлению так, как если бы выложились в песок. Так, как если бы выложились в песок, перемешанный с сеном. Почему это важно? Домлекопитающие – это землеройки, которые выросли потом в лошадей, в человека, в леопарда и гепарда. Но эта схема – это объясняющее. Да, изменение степени давления, уменьшение пикового давления – это и приводит к рефлексам, которые активируют удлинение. Ну и понятно, что там, где есть выпуклость, там должна быть поддержка. Там, где есть давление в областях ягодиц, плеч, голени, там необходимо ее уменьшить. Да, это всего лишь современные технологические способы того, что было раньше, того, что раньше использовали наши предки. Это сон на сене, это ходьба по земле в доме. В России полы появились не так давно. В нашей крестьянской России избы, копанки такие наполовину закопанные вниз и наполовину торчащие вверх – это ходьба по грунту. Еще после войны, не так далеко, 40 лет назад, еще в нашей губернии это было. На этом слайде физикальное и функциональное обследование девочки со сколиозом. И мы можем увидеть, видите, как работают мышцы. И что же здесь обозначено этими черточками? Этими черточками обозначены те зоны тех мелких мышц, которые не расслабляются, не удлиняются в флексионном тесте. То есть мы просим человека наклоняться вперед, ставим свои пальцы и видим, как с одной стороны они поднимаются, а с другой стороны нет. В этих местах сформирован рефлекс в опоры. То есть эти мышцы не удлиняются, они в ответ на движение, на активацию датчиков, они сокращаются. Наша задача в данном случае и теми приемами мануальной терапии, и теми способами продолжения этой мануальной терапии, вовлечением пациента в терапевтическую деятельность, а именно дав ему это упражнение, деактивировать эти места, дать им возможность реципроктно сокращаться. Что же значит такое синергично и реципроктно? Моя рука сейчас держится вверх, и она держится за счет того, что мои бицепсы и трицепс в локтевом суставе равномерно ее удерживают, да, синергично. Моя рука может наклониться сейчас здесь, и мы видим реципроктное движение. Здесь напрягается, здесь расслабляется. Этот баланс мышц, он в нас поддерживается и существует, и есть система, которая его поддерживает. На этом слайде вы видите, как можно с помощью инструктора, помощника, выполнять способы активации двигательной системы. И также это может делать обученный пациент или не пациент, а человек, который просто хочет активировать у себя эту двигательную систему. Мягкие техники мануальной медицины и упражнения позы – большой помощник для активации функциональной симметрии двигательных единиц формы аутохтонной мускулатуры. Здесь этот слайд – это коллаж, в котором есть разные предметы, которые активируют двигательную систему в конкретных случаях. Это и пояс, и он должен быть подобран без швов, он должен подтягивать кожу очень правильно, и это необходимо проконтролировать. Это и этот стул, это и капа, и обувь, и стельки. Чем же измерить степень комплементарности контактно-механической поверхности и эффективности терапевтических мероприятий? Да, есть такой способ. И этот способ – это функциональные биомеханические тесты для оценки функциональной асимметрии. Да, если мы знаем, что есть эти кинематические цепи. Да, мы знаем, что мы можем их увидеть. И этот способ – это флексионный тест по Алексею Егоровичу Саморукову, моему учителю. Это еще один способ, показанный здесь. Это тест силы. Это сравнение между четвертой и пятой степенью силы. Ортопедам этот тест известен. Немножко глубже в физиологию. Рудольф Магнус, Чарльз Шерлингтон, Бирдштейн, Николай Александрович, Петр Кузьмич Анохин – это то знание, которое обязательно и необходимо для того, чтобы правильно построить, как необходимо лечить пациента. И теория функциональных систем, обстановочная афферентация, то есть это наши поверхности, которые эту обстановочную афферентацию формируют. И будет ли пусковая, сработает ли она, не факт. И в качестве сколиоза именно вот об этом я и говорю. То есть комплементарная механическая среда – это формирование обстановочной афферентации для того, чтобы пусковая афферентация не возникла. Даже если она существует, она не примет статус пусковой в отношении патологического процесса. И когда мы говорим о контроле функциональными тестами, мы говорим об обратной афферентации, но которая проходит не внутри человека, а объектом снаружи. Да, этот еще один раз слайд, который показывает двигательные единицы, и из них наиболее важная двигательная единица формы. Да, вот ее график. Она, видите, не очень высоко может формировать силу, но она неутомляемая. И двигательные единицы, которые формируют скорость и силу, они отличаются друг от друга только разным набором ферментов. Это двигательные единицы, которые используют как кислород, так и глюкозу в своем обмене. И чем больше ферментов глюкозы, тем мышца более сильная, и это достигается тренировкой, переход из одной в другую. И поэтому силовые тренировки, когда наращиваются двигательные единицы силы, что о них мы можем сказать, что они включаются в работу только после 75% от того, когда, от того и возможной силы, которая может эта мышца сделать. Мы, собственно говоря, наращиваем балласт в собственном организме, который в обычных, простых движениях нам не нужен. Мало того, уменьшается количество двигательных единиц, которые нужны для подстройки, для быстрой подстройки и изменения позы при отклонении ее. Это как раз о том, почему, если мы хотим говорить о формировании формы у человека, то необходимо заниматься не силовыми упражнениями, а упражнениями, которые направлены на активацию двигательных единиц формы. И это упражнения статические, как правило. И зачем нам надо знать, что такое латеральная и медиальная двигательная система? Медиальная двигательная система – это то, фактически, что нами управляет. Это то, что находится и в мозжечке, и то, что находится в спинном мозге. И это то, что управляет аутохтонной мускулатурой. И именно эта функциональная система подвергается атаке, когда формируется сколиоз или когда формируется нарушение формы. И мы видим на этом слайде интернерональные связи между двигательными единицами, которые находятся в спинном мозге. Чем ближе к центру, тем больше этих интернерональных связей. И это физиологическая основа ценности флексионного теста. Организму необходимо в любой момент времени реагировать на окружающую среду. Сигнал справа – падаем влево. Сигнал впереди – падаем назад. Да, так нас учили, когда мы изучали военную подготовку и ядерный взрыв. А что же происходит в случае, когда эта асимметрия велика? Сигнал справа – падаем влево. Сигнал спереди – падаем влево. То есть происходит детерминация в двигательной активности. Что важно еще? Вот на этот рисуночек. Близость двигательных единиц, которые отвечают за работу скелетной мускулатуры. И близость двигательных единиц, которые отвечают за работу мускулатуры гладкой. И близость тех, и это можно сказать двигательных единиц, которые идут к потовым железам, к железам внутренней секреции. Вот это связь. Да, сейчас она и физиологами не очень изучена, но мы на практике можем увидеть асимметрию и изменить ее. Фриксионный тест по Алексею Горьевичу Самарукову. Это функциональная асимметрия медиальной двигательной системы двигательных единиц тип С, осевых аутохтонных мышц туловища и исследуется посегментно, метамерно, двусторонне. И измеряется наличием феномена опережения с одной стороны относительно другой или отсутствием этого опережения, то есть симметрией. И значимость его это поиск феномена блокирования, сохранение напряжения и синергичности вовлечения или отсутствие синхронного и симметричного рецепроктного удлинения расслабления мышц сегментных туловища при напряжении антагонистов в афлексии туловища. Здесь мы видим пациентку со сколиозом и видим типичные зоны, где этот рефлекс сформирован. И, как видим, это совпадает с теми данными, которые были получены электромиографическими исследованиями. Мало того, я хочу сказать, что у нормальных людей именно в этих зонах точно так же мы увидим эти блокирования при опоре о твердую и жесткую поверхность. Отличия бывают только в силе выраженности, в площади выраженности этого феномена. И можно думать о разных физических феноменах этого. То ли это расположение внутренних органов, то ли это те магнитные линии, которые по закону Буравчика располагают уже клетки, так и их работу. Ответа на этот вопрос нет. На этом слайде представлен флексионный тест. И мы видим, как он меняется, как меняется функциональная асимметрия аутохтонной мускулатуры, когда мы что-то изменяем с человеком. Да, здесь просто одеты гольфы. Да, это не совсем обычные гольфы. Это компрессионный трикотаж. Это спортивный компрессионный трикотаж. Просто гетрофутбольные, профессиональные. Да, и мы видим отсутствие асимметрии, когда у человека здесь это одето. Да, и мы можем знать о том, что дальнее, перед этим исследуя, что там есть гипермобильность в дистальном или максимальном межверцовых сочленениях. Ну, здесь пациент для контроля стоит на твердой опоре, здесь на стельках, а здесь в гольфах. Да, этот слайд демонстрирует, собственно говоря, эту лицепрократную активность, которая является основой для теста силы. Да, классикация силы по 5-6 в бальной системе. Разные есть, но можно использоваться янды. И мы видим, что феномен увеличения силы в направлении противоположном приложенной силе в ответ на увеличение к ней же. Это пятая степень силы. Если мы прилагаем усилия, и рука двигается в направлении в противоположном, то это четвертая степень силы. И вот проверка. Да, задняя малоберцовая мышца слабая. Да, слабый разгибатель пальцев. Мы просто используем повязку на голени, и сила возрастает. Да, мы просто используем гетро и повязку, и возрастает сила в большом пальце. У нас есть примеры совместного лечения пациентов со сколиозом. Это пациентка с степенью сколиоза 1, и у нее нарушение работы лор-органов. Здесь мы видим до лечения этим методом, после, в течение года-двух. Здесь мы видим ее тимпанометрию, нормальную, которая после этого метода восстановилась. Здесь мы видим, как росли ее пазухи, асимметрия. И вот она, практически нормальные пазухи. Я хочу сказать, что эти знания можно получить и у Алексея Егоровича Саморукова в Российском научном центре медицинской реабилитации и корруптологии, и у Анатолия Тимофеевича Неборского, первого человека, который обучился в мануальной медицине в России, у Карелы Голановича Левитта в Москве, в Праге, в Институте нейрохирургии в 68-м году. Подобные исследования проводятся и в Огоньке. Но сейчас я покажу только эти данные, и мы видим, что мы документируем и то, что сами проводим, и те аппаратные технологии, которые параллельно применяем. И сейчас можно сказать о том, что ортезная терапия для формирования комплементарной механической среды, в данном случае использовали стельки Формтотикс Новой Зеландии КАП и МРС Австралия, в каждом случае влияют на двигательную систему, активируя вертикальные позы. И данные об активности мышц, полученные биомеханическими и иными физическими методами, коррелируют. Но, в общем и целом, можно сказать, что необходимо использовать и функциональные методы исследования, потому что они сразу у постели больного дают известие о том, есть эффективность или нет эффективности от проведенного мероприятия. Таким образом, условия среды формирования вида человека – это поверхности с уступающим давлением телу, и создание условий, направленных на модулирующих активность двигательной системы – это ключ к оптимальной работе опорно-двигательного аппарата. Создание комплементарной механической среды в лечении сколиоза есть место на всех этапах в составе комплекса мероприятий. Первое место в профилактике нарушений формы тела. И место функциональных биомеханических тестов – контроль эффективности каждого терапевтического и профилактического мероприятия. Спасибо за внимание и свободного движения! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!